ВОККА Здравствуйте! Вингер мадридского Реала Венисюлс Джуниор получил испанский паспорт. Это что получается? Смена спортивного гражданства? У нас есть тема! Сказала бы я, но лучше расскажу, что будет в ОККА в ближайшую неделю. Продолжаем блок новостей. Суперкомпьютер определил главных фаворитов на победу в Лиге Чемпионов. Я, конечно, не ретроград, но меня пугает развитие этих событий, ведь осьминоги могут остаться без работы. Главный тренер Рассинга Фернандо Гага заявил, что хочет стать чемпионом. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Хорош тот тренер, который не станет 23-м уволенным менеджером за полсезона. А сейчас мы обсудим новости баскетбола с нашим баскетбольным комментатором Георгием Гигинишвили. Прошу прощения, Георгия сегодня не будет. Как не будет? Где он? Он позвонил из аэропорта и сказал, что улетел. Он что, Карлосон, блин? Где он? Мы в Турцию летим на баскетбол. Здравствуйте, Ирина. Мы в Турции. Здесь тепло и хорошо. И скоро будет много баскетбола. Пригласили человека в программу, называется. Как так можно вообще? Ирина. Георгий. Георгий, здравствуйте. Как вам хорошо в Турции? Как вам отдыхается? Мы в полукилометре от зала, в котором российские баскетбольные клубы готовятся к сезону, так что скоро, вдобавок к матчам, будет еще очень много предматчевых сюжетов, очень много общения с баскетболистами. И вы узнаете в подробностях, как именно готовятся к сезону российские баскетбольные клубы. Да, Георгий. Ну, и зачем же вы поехали? Ирина, главное, что я сейчас предупреждаю, мы зацепим последние подготовительные матчи ЦСКА и Зенита здесь, в Турции, а также будем показывать минимум два матча каждый день до 18-го числа, кроме понедельника. Знаете, да, очень-очень интересно. Георгий, я была у вас, конечно, лучшего мнения. Раз-раз, да? Ну, это ничего. А вот мнение зрителей ОКО о баскетболе точно изменится в лучшую сторону. Это был Георгий Гигинишвили, наш специальный корреспондент из Турции, где сейчас проходят товарищеские матчи баскетбольных клубов, как российских, так и зарубежных. Смотрите их в ближайшую неделю в ОКО. Ну и как это называется? Сижу в красивой студии, а гостей нет, одна сижу, кукую. Ку-ку-ку-ку. Пойду к людям, поищу их, с ними там пообщаюсь. Галла, привет. Привет, я. Киталь. Бой, Вер. Я к тебе перенеслась по особому поводу. Давай скажем, месте каком. Суперклассика, да? Да, я хотела. Раз, два, три. Ну, в общем, да. Суперклассика Бока Ривер 11-го сентября в 23.00. Очень удобное время и очень крутой матч. Но прежде чем мы с тобой начнем его обсуждать, я предлагаю отдать должное клубу атлетика Тукуман, который сейчас занимает первое место в чемпионате Аргентины. Да, теперь уже вместе с химнастом идут на первом месте. Я нашла напиток, который популярен в провинции Тукуман. Называется Улпада. В общем, здесь кукурузная мука, сахар и молоко. Все очень просто. Да. И мы с тобой сейчас будем готовить и обсуждать, естественно, суперклассика, потому что Тукуману мы свой респект уже отдали. Скажи честно, ты суперклассика ждешь больше, чем какой-либо еще матч в году? Конечно, да. Да, да. Суперклассика – это матч, который, ну, ради которого играется весь турнир, я бы так сказал. А ты когда-нибудь был на суперклассика? Был, да, был. Был на Вомонере. И расскажи, как оно было. Прекрасно. Да, да, да. Нет, тогда, потому что еще, возможно, были, что были болельщики Боке, плюс и болельщики Ривера. Не как сейчас, только домашние болельщики. А ведь сейчас Боке играет дома, правильно? Дома, да, да. Ты слышал эту тему про то, что не у всех есть возможность купить билет на ближайшее суперклассика. Есть только у тех, кто платит наибольший взнос клубу. Да, а еще, ну, если ты ходишь постоянно на матчах, то у тебя тоже больше вероятно, что попадешь на суперклассику, или если Бока будет прошла дальше по Ливертолорису, то что бы тоже. Так, ну подожди, объясни мне. Если не ходят болельщики Ривера, не приходят, в чем проблема пустить всех фанатов Боке? Потому что это Бока, и столько болельщиков, столько сослов, ну, конечно, да, кстати, не потайно все. Дождя, а ты как попал, как тебе это удалось? Нет, тогда было по-другому, тогда это было еще давно-давно, и не было это, что покупаешь билет через интернет, ты просто стоял в очередь. Если ты рано-рано-рано пришел в очередь, вот у тебя билеты были. Ну, давай мы с тобой обсудим конкретно то суперклассика, которое сейчас нас ждет. Кто будет забивать? Потому что мы видим, что у Ривера ушел, например, Альварес, молодой талантливый нападающий, а у Боки травмирован Вилья, который забивал в прошлом суперклассика и принес победу Боки как раз. Да, один ноль, когда вы говорили, это правда. Он травмировал, он больше не сыграет в этом турнире. Да, у него травма мениская. Кто теперь будет забивать? Это хороший вопрос, потому что даже сейчас у Венедето и у Баскеса не лучшие времена. На Баскеса несколько туров на саду он забивал, но до этого он последний мят забыл только в мае. У Венедето тоже давно дела не очень хорошо идут, но мы надеемся, что у Венедето наконец заканчивается, эта черная полоса будет. Галла, смотри, я сделала фееричную вещь. Ты можешь, пожалуйста, так крепко-крепко прижать и сделать шейк-шейк-шейк? Так, ну что. А, кстати, я у тебя пока спрошу такой вопрос. Я слышала странную информацию. Нормально. Почему? Уже не будет. Я слышала такую интересную информацию, что на матче Ривербока будет пятый арбитр женщина. Да. Ее зовут Мариана де Алмьеда. Алмейвер. Алмейвер. Для чего нужен пятый арбитр? Почему именно на этот матч? И играет ли роль тот факт, что это женщина? Играет роль, я думаю, что уже нет. Уже более-менее привыкли. А нужна, они объясняют так, что на всякий случай, если у кого-нибудь из судей будет травма, то, что хватало, чтобы был еще четвертый арбитр, да? Может быть, что просто один будет, четвертый арбитр будет ближе, например, к Камейке Боке, и она ближе к Камейке Ривере. Ну что, я предлагаю чуть-чуть продегустировать. Ты реально пьешь? Сахар. Она даже не тянется. Я, когда гуглила новости касательно суперклассика матча Ривер-Бока, наткнулась на расклад Таро. И, значит, прогноз шамана, колдуна таков. Ривер будет активен в первом тайме. Они будут атаковать много и, возможно, даже забьют. Но также им маячит на горизонте травма. Травма одного из игроков. А вот Бока, наоборот, хорошо себя проявит дальше, во втором тайме. И вот шаман сказал, что, скорее всего, Бока победит. Вот такое вот предсказание. Так что, возможно, ты тоже шаман. Твой прогноз на матч? Бока выиграет 2-0. 2-0? Да, 2-0 будет. У кого-то будет дубль или это будут неожиданные голы от разных исполнителей? Нет, дубль не будет. Я думаю, что один мяч будет наконец-то выиграть это. А второй даже не станет. Может, пенальтируем. Да, но мы узнаем, что произойдет в суперклассика в матче Бока-Ривер 11 сентября в 23-0. Вот, еще и будет разогрев. Включайте, и там вы как раз увидите галму. И машу маленькую, правильно? Да, 10-30. Потрясающий состав. Ну что, давай мы, я все-таки попробую это отбить. Давай еще раз за успех. Давай. За счастье, здоровье и за процветание аргентинского футбола, да? Салют. У меня так и не получается отпить. В чем проблема? Что будет в Аргентине, мы узнали. Нас ждет суперклассика. А что же будет в Испании? Об этом сейчас поговорим с Филиппом Кудрявцевым. Привет. Привет. Че? Отстегнусь. Как дела? Хорошо, спасибо. У тебя. Великолепно. Пока ты не уехал, в отличие от Георгия Гегинишвили, давай с тобой обсудим испанский матч. Давай. С какого мы начнем? У меня есть три слова по поводу Лиги Чемпионов, и мы перейдем к чемпионату Испании. Давай. Ливандовский, Азар, Грисман. Нет, четыре. Севилья. Давай мы начнем с матча Испанил-Севилья. Раз уж ты ее упомянул. Этот матч пройдет 10 сентября в 17.15. Севилья была разгромлена, Манчестер-Сити, и на самом деле я решила просто зайти и почитать, что Лупитеги говорит о поражении. И не поверишь, там очень много цитат Лупитеги о поражениях, потому что поражений у Севильи сейчас много. Я подготовила для тебя четыре цитата Лупитеги. Точнее так, четыре цитаты, только одна из них принадлежит тренеру Севильи. Первая цитата. Мы сильны, энергия дает силы. Вторая. Когда вы остаетесь без легких и сердца, надо восстанавливаться. Третья. Промокший не боится дождя. И четвертая. Я никогда не отличал поражение от побед. Это неразрывный процесс. Четвертая хорошая, она такая прям спортивная. Не какая-то аллегория, а прям все конкретно. Но мне кажется, так не должен мыслить футбольный тренер. Мне нравится промокший не боится дождя. Что-то похожее говорил Рауль Рианчу в Спартаке. Может, они все испанцы такие красивые и насказательные по поводу погоды. Первая вообще какая-то жесть. Пусть будет про промокшего под дождем. Это неправильный ответ. Это восточная мудрость. Если что, четвертая цитата. Это цитата Лобановского. Мне кажется, так не должен мыслить футбольный тренер. Первая цитата про мысельные энергии дает силы. Это строчка из песни Винкс. И цитата Лопитеги. Это когда вы остаетесь без легких и сердца, надо восстанавливаться. Ну да, у меня была мысль такая, что легкие сердца – это потерянные футболисты, да, Сивилии. Эта цитата, она была после поражения Сити. Мне кажется, это имеется в виду про такой сильный удар под дых. Цита настолько ошарашен, что ты остался будто без легких и сердца. Ну, я бы прямо органы человеческого тела ассоциировал бы с футболистами. Перенес бы их вот так вот напрямую на двух центральных защитников. Потому что с чего начиналась эпоха Мончи, да, эпоха Лопитеги в Сивилии. Когда они перед сезоном 2019-2020 взяли пару центральных защитников. Кинде и Диего Карлоса. И в этот же первый сезон Сивилия, соответственно, и в Лиге Чемпионов ворвалась, и Лига Европы выиграла, и все стало здорово. Я понимаю, что на двоих нельзя зацикливать никак. Все объяснение того, что происходит с Сивилией. Но еще одна цитата великого человека, великого футбольного человека Алекса Фергюсона, который говорит, что команда начинается с двух центральных защитников. Мне кажется, в какой-то степени вот этот вот цикл, он замкнулся, да, с Кинде и Диего Карлосом. Все пошло вверх, как только они ушли, у Сивилии начался спад. Сивилия сейчас на 17 месте, и, казалось бы, результата хуже быть не может. Но в сезоне 13-14 Сивилия была, как ты думаешь, на каком месте? По итогам сезона? Нет, перед пятым туром... Я думаю, что на 19-м. Нет, на 20-м. Но при этом очков у нее было больше, чем сейчас. Но тогда случилось интересное событие, которое связывает Сивилию и Эспаньол. Можешь предположить, какое? Не сыграли? Нет, нет, нет. Я думаю, кто-то куда-то перешел. Да. Кто-то, вероятно, перешел из Эспаньола в Сивилию. Ну, почти. В общем, тогда из системы клуба ушел Диего Мартинес, который сейчас возглавляет Эспаньол. Сможет ли сейчас Диего Мартинес уже не косвенно, а напрямую дать Сивилие понять, что бесконечность не предел? Я бы сказал, что Эспаньол имеет все шансы дальше покатить Сивилию вниз, потому что, мы обозначили, что у Сивилии проблемы есть в обороне, а у Эспаньола какой-то совершенно сумасшедший набор форвардов. Там есть Хаселу, который в прошлом сезоне за оловес, за вылетевший, забил 14 мячей. Он стал одним из лучших бомбардиров вообще всей линии. У них есть Рауль де Томас, у них на двоих с Хаселу больше 30 мячей, если что. Но они купили Брейт Уэйта у Барселоны. Это вообще шикарно. Брейт Уэйт, там, сколько суток, сутки, по-моему, прошли после его перехода, и он уже забивает победный гол Атлетику из Бильбао. Я за Брейт Уэйта очень рад. Если тебе нравится Брейт Уэйт, наверное, ты его хорошо знаешь. Ну, кстати, я его, может, знаю не очень хорошо, но я его знаю давно, потому что он играл еще очень неудачно, играл еще в Англии, в Миддлсбро. Вот. Потом, соответственно, он был просто одним из нападающих каких-то помоечных клубов, ну, извините, болельщики Лиганеса, да, и потом его выцепляет Барселона. Сказка быстро заканчивается, он садится на скамейку, потом его вообще ненавидят все болельщики Барселоны, потому что он вдруг, оказалось, хочет продолжать соблюдать условия контракта, которые ему предложили. Удивительно. Вот. И он же еще очень крутой бизнесмен. Ты же знаешь, что Брейт Уэйт вообще был самым богатым, или, может быть, одним из самых богатых футболистов Барселоны? По-моему, там его состояние приблизительно 230 миллионов долларов, и то это по таким неофициальным подсчетам. По-моему, уже в этом году есть оценка в 300. Он вложился в недвижимость в США. У него есть квартира, у него есть ресторан, у него есть какой-то бренд одежды, но, конечно, недвижимость — это главное. Он красавчик, он обустроил свою жизнь великолепно. У него, мне кажется, остался незакрытый гештальт один. Он очень хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре. И переход в Испаньол — это большой шаг. Мы показывали, кстати, матчи Лиги Наций, где он играл за сборную Дании, а сейчас он будет играть еще более регулярно, и, возможно, уходи в старте. Ты почти убедил меня, что ты очень хорошо знаешь Мартина Брейтвейта, но у меня... Когда у него день рождения? Кто он по знаку зодиака? Но у меня же есть квиз «Не пропадать же добру». Четыре тезиса, и три из них правдивых, а один луживый. Он один из самых богатых игроков Барселоны. Это ложь, он исполнели. В детстве он провел два года на инвалидной коляске. Он не разделяет всеобщей любви к Лионелю Месси. И он фанатеет от бывшего тренера Спартака. Мне просто интересно, это Черчесов или Старков? Но я знаю, мне кажется, правильный ответ. Он фанатеет от Лионеля Месси. Да, правильный. Ну, типа, он от него фанатеет даже больше, чем кто-либо еще. Да, он же... Да, у меня есть цитата. Руку не хотел мыть после того, как с ним поздоровался или что-то такое. Такой цитаты у меня нет. У меня есть другая цитата. Если бы футбол был религией, Месси мог бы быть богом. Ну, типа того, просто он пришел в Барсу, увиделся с Месси, да, там, с ним то ли поздоровался, то ли, я не знаю, то ли, не помню, честно. Ну, что-то он рукой сделал. Короче, да, он не хотел мыть руки в Барселоне. Вот. Не знаю. Может, его поэтому и выгнали. Но недалеко, кстати. Ну, как раз ковид только закончился. Испанел близко, да. А, кстати, есть предположение, какой это тренер Спартака бывший, от которого фанатеет? А я не думаю, что он знает многих тренеров Спартака. А, ну хотя, подожди, у Спартака были хорошие известные тренеры. Но я думаю, что, как и все спартаковцы, Атути, Аванти, Массимо Каррера. Ну, нет. Эмири? Нет. Аудрук? Да, но они же датчане, конечно. Ну, это логично. А, извините, у меня Брейтвейд-здание ассоциируется вот только, когда мне надо прям очень сильно напрячься и задумываться. Да, сори. Филипп, ты очень общительный. Очень много знаешь. И давай мы все-таки напомним людям, что мы обсуждали матч Эспанел-Севилья, который пройдет 10 сентября в 17.15. Кстати, его комментирует Филипп. И неизвестно, пока заготовил Филипп шутки к этому матчу или нет. Я сейчас выйду. Но на прошлой неделе ты комментировал матч Бетиса. Да. И скажи честно, ты заготавливал к нему шутки? Про то, что, например, канал есть любимый футболист Боярского. Нет, честно говоря, нет. Ну, я не знаю. Мне кажется, это такая шутка. Я не знаю, как это, как это, как это, как это, ааа, я по-английски почему-то в голове. Ну, типа это... Озарение? Он топов-де-хет. Ну, ты понимаешь, да. А, очевидно, это называется по-русски. По-русски. Очевидно, я живаю. Сейчас Бетис играет снова. Удивительно. Матч Вильяреал-Бетис. 11 сентября в 22.00. Так. А тебе кажется, это главный матч тура? Центральный? Мне кажется, да, это главный матч, особенно учитывая то, какой крутой Вильяреал, а Бетис до прошлого тура еще шел без потери очков. Встречается одна из самых атакующих команд и команда, которая вообще еще не пропустила в этом сезоне ни одного мяча. Я, кстати, погуглила статистику, когда еще такое было в Ла-Лиге, что команда к пятому туру не пропустила ни одного мяча. Как тебе кажется, насколько давно это могло быть? Ну, мне кажется, что давненько. Я думаю, что это не в этом десятилетии, но, наверное, в этом веке. В нулевые. Нет, это был сезон 14-15. Это была Барселона. Не-не-не, я забыл, что в Испании всегда есть Барселона Вильяреал. Ну, в Вильяреале все действительно сейчас практически идеально. Даже, ну, практически даже идеальный набор очков. Там одна нулевая ничья была. И Бетис, который был так хорош на старте, мне кажется, не фаворит в этом матче. Уже второй тур подряд Бетис не фаворит. Если говорить про атаку Бетиса, сейчас Фикир травмирован. Да. И на кого сейчас надежда? Ну, во-первых, набор у Иглесиаса лучше у Бомбардира, хотя с Реалом он сыграл просто отвратительно. Как будто его футбольный интеллект остался в Севилье. Вот. А приехали только ноги. Каналес, у которого, естественно, с интеллектом футбольным и с техникой все в порядке. Хуанми, естественно, тоже всегда может что-то сотворить. Он такой еще дерзкий, с характером. В сложных ситуациях можно на него положиться. Но при этом сейчас лучше Бомбардир именно Иглесиас. Ну, да. Но у него два гола с пенальти, поэтому от этого уж тоже очень многое зависит. Ну, два-то с игры. У меня здесь нет контраргументов. Потрясающе. Как тебе кажется, он в раздевалках настраивается на игру музыкой? Ну, человек с фамилией Иглесиас, думаю, что настраивается, да. Я думаю, что после матча с мадридским Реалом он мог поставить песню Энрике Иглесиаса «Пердон». Да? «Пердон». «Пердон». «Пердон» — это «извините». Предлагаю продолжить музыкальную волну. Наша радиостанция «Око Спорт». После этого закроется. Если брать футболистов Бетиса. Кто из них, какой мушкетер? Вот давай так вопрос поставим. Чтобы нашу радиостанцию не закрыли. Ну, давай с Каналиса и начнем. Каналис — это точно Арамис. Он такой утонченный, вдохновляется всегда непонятно чем и непонятно как точно так же слухает. Он может быть даже такой, знаешь, скрыто, а иногда не очень скрыто, тщеславный. И, кстати, сейчас это тщеславие проявится. Он будет первой скрипкой без фикира. Атос — это как раз фикир. Он, ну, он главный. Да, он с собой ведет команду. Атос травмировался Фили? Атос травмировал Миледи. Но сделал это без каких-либо колебаний. И фикир тоже такой же беспощадный к соперникам. Фикир еще довольно загадочный. То есть у него же как карьера шла. Он должен был вообще быть игроком, может быть, даже лидером топ-клуба. В Ливерпуль он уже собрался. Уже все было готово подписано. И тут вдруг раз — Бетис. Как вот так все оказалось? Партос — это точно Хуакин. Это такой, знаешь... Ну, это человек, который может позволить себе не прийти на матч и потом в открытую объяснить это похмелье. Это два таких человека, которые любят и, соответственно, и поле боя, и поле после боя. Поляну после боя, так скажем. Д'Артаньян остался. Ну, и у нас остался Д'Артаньян. Просто, понимаешь, сложно без Д'Артаньяна. И вот сложно попасть с Д'Артаньяном, и сбить. То есть можно сказать, что это такой Хуанни. Я бы сказал, что Д'Артаньяном может стать... Михаил Баляйский. ...Айтор Руибаль. Это человек, который уже лет семь, по-моему, в системе Бетиса. И ради того, чтобы попасть в основную команду, он даже меняет позицию с нападающего на крайнего защитника. И вот Айтор Руибаль на позиции правого защитника. Но хоть как-то, вот всеми правдами и неправдами он прорывается. Мне кажется, что это в нем... Вот это в нем стремление немножко такое Д'Артаньяновское. Поэтому я бы его хотел с ним ассоциировать. И желаю, что у него в итоге все получилось. Напоминаем, что матч Вилья Реал-Бетис состоится 11 сентября в 22.00. Чтобы ты больше не пантонировал потрясающими идеями. Я тебе предлагаю, кстати, попробовать, как мы с Галой готовили. Называется Улпада. Это национальный напиток аргентинцев в провинции Токуман. Попробуй. Ну, не тянется. Ну, хорошо, это твое счастье. Но, если ты думал, что это единственная твоя дегустация на сегодня, ты ошибаешься. Фил, какова твоя тяга к неизвестному от 1 до 10? Да, 10. А к неизверенному жидкостям, которые могут оказаться у тебя во рту? О, это... Даже не спрашивай. В общем, сейчас ты будешь пробовать три прекрасных напитка. И каждый из них нужно соотнести с одним из матчих топов. Соответственно, ты дегустируешь. И ты не знаешь, что там. А потом описываешь вкус, пытаешься угадать, что это за напиток. И соотносишь его с одним из матчей. Погнали? Офигенно! Поехали. Давай. Это ж сок на нас вы. Ну, почти. Ну да, это сок. Это самая... Мультифруктовая. Да. Это вода из Мертового моря? Ну, здесь очень много соли. Это вода с солью просто. А, я понял. А, это даже не жидкость. На, запей. Это вообще не пьется. Так, короче, я все понял. Сейчас для меня самым сладким зрелищем является барса. С шикарным ливандовским. С потрясающе вдохновленным дембеле. Поэтому барса – это однозначно вот это. Да, у меня мало претензий к реалу, на самом деле. Поэтому реал для меня – это вода с солью. Особенно соль на рану, потому что я очень болел за селтик. Реал-Майорка, да? Реал-Майорка. А Майорка еще противная такая. Да, точно Майорка. И там соль, вода, морская, одна штука. Точно, согласен. Ну, а Атлетика – это вот это сто процентов, с кем бы Атлетика не играл. То есть Сель-то – потрясающая команда. Я – Гуаспас, мое почтение. Ливерпуль тебя не забудет. Но смотреть Атлетика невозможно. Поэтому удачи Антуану Гризману. Но вот это я пить не буду. Я до сих пор не понимаю, что это такое. Серьезно? Попробуй. Нет. Ну, это что-то очень вязкое, совершенно даже не жидкое и невкусное. Это подсолнечное масло. Ты серьезно налила? Просто… В смысле налила? Я взяла бутылку целую. Ну что, Фил, мы тебя благодарим. Мы – это я и Ирина Витальевна, да, Ирина Зелененко. Все мы тебя благодарим за то, что ты… Я не могу ответить о взаимности, честно говоря. Но все равно круто, что ты пришел. Кто бы еще вот это все попил? Ты молодец. Надеюсь, тебе понравилось хоть что-то. И мы тебя провожаем аплодисментами в предстоящий тур Ла Лиги, в предстоящую неделю в ОКО, которая будет очень интересной. Так что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok